И наше утро на первом развлекательном продолжается. Это наша певица утверждает, что виною всему лето. Посмотрим, мы до лета еще не дожили, еще, собственно говоря, весну, так как следует, не вкусили. Какая-то холодная она в этом году. Итак, свою песню «Удивиная Вара» сегодня в нашей программе презентует Вики Лу, она же Виктория Лунгу. Виктория, доброе утро. Я так понимаю, что вместе с композитором Валерием Паша вы сегодня к нам в гости пришли, потому что записали вы эту песню вместе. Вместе. Я очень рада и чувствую себя очень прекрасно, потому что песня получилась так, как мы захотели, как мы ее увидели. Ну, еще наши телезрители сегодня эту песню услышат в эфире. У меня вот первый все-таки вопрос – это к вашему композитору Валерию. Он долгое время писал песни для своей дочки Валерии. И в этом году на конкурсе «Евровидение» и вы были с этой песней у нас вместе в гостях. Первый раз Валерия выступала с песней другого композитора. Да, изменила. Натана. Я так понимаю, что перестановка красивых девушек в вашей жизни, то есть теперь вы пишете для Виктории Лунгу, то бишь Вики Лу? Да, мы как с Валерией тоже решили, это семейная, наверное, она решила попробовать себя с другими композиторами, с другими песнями. И почему нет, я решил попробовать себя тоже с другими певицами. Песню мы уже слышали, и наши телезрители сегодня ее непременно оценят. И у меня первый вопрос возник в голове, почему ничего, ничего, да, личного, почему вы не отдали эту песню своей дочке? Один и тот же вопрос. Ну, песня, песня действительно очень удачная. Валерия уже поет песни других, Валерия уже любит другого. Но Валера скажет секрет этой песни, потому что песня изначально не была, и это была совсем другая песня, другие слова, потом, ну, расскажите. Ну, расскажите. Нет, если серьезно, так это, наверное, первая песня, это не эксперимент, а я всегда писал в другом жанре чуть-чуть песни. Лирика баллады. Лирика баллады, и в основном для Евровидения, для конкурсов, потому что это мне надо было. Теперь я решил писать то, что требует публика. Рынок. Рынок, потому что, к сожалению, песни конкурсные, они не совсем коммерческие. Сейчас мы как бы, для меня это эксперимент, не знаю, для Вики она уже в этом жанре. Ой, для Виктории Лунгу у нее эксперименты, это одна вся большая ее жизнь. Да, по-моему, это так и происходит. Она пела, наверное, все жанры и поет, и она, я говорил, она одна из немалых... Из немногих, наверное. Из немногих певиц в Молдове, который поет так же хорошо и эстрадную музыку, и народную музыку. И, значит, я экспериментировал, и, по-моему, я не знаю, уже на... Ну, естественно, все на суд публики всегда. Суд публика, да, а нация. Решает только она, да, становится эта песня хитом или не становится. Да, она может кажется, что она, а может... Вики Лунгу вернулась. Она никуда не исчезала, если честно. Она просто переоделась на некоторое время в народный костюм. Да, да. Она просто работала в другом жанре, оставила Вики Лу дома, чтобы она там пришла в себя, чтобы она набралась сил, чтобы она успела как-то переобразиться, потому что народный стиль — это совсем другое, ты же знаешь. Абсолютно согласен, да. И это нужно совсем по-другому вести себя, другое петь, по-другому одеваться. А Вики Лу — это совсем абсолютно другой жанр, и я поэтому и спешила, и торопилась даже, и чуть ли не потолкнулась, когда я выбирала песни для Вики Лу, потому что у меня три песни, которые еще лежат там, и я не знала, с какой начать, когда я сказала Валере, давай напишем что-то про лето, потому что все-таки лето. И нужно что-то очень свежее про любовь, чтобы оно сразу, вот ты послушал один раз песню, и оно звучало. Свежее про любовь, но с очень, вы знаете, таким даже компрометирующим названием, что виной всему лето. Ну, влюбляешься летом, да, твои глаза же голубые, ты не видишь. Утром я же просыпаюсь, смотри. Всему виной твои глаза, потому что утром я просыпаюсь, смотрю в твои глаза, любимый мой, наша ночь. Я сейчас покраснею, Виктория, и мне придется ассистентам снова покрывать меня пудрой. Мои, кстати, тоже синие глаза. Ну, это видите, и у моей дочки тоже синие, поэтому вокруг меня голубые глаза, да. Поэтому лето и виновата, потому что летом происходят самые необыкновенные, самые романтичные. Самые сумасшедшие, иногда даже абсурдные. Сумасшедшие ночи, абсурдные, да, потому что они такие горячие-горячие. Поэтому я бы хотела, чтобы песня была удачной. Этим летом вы будете совместно работать над новыми песнями, или Вики Лу будет работать отдельно, Валерию Паша будет работать отдельно. Как будет происходить ваше лето, раз уж мы находимся, в принципе, в преддверии лета уже. Или вы отправляетесь на отдых? Мы посмотрим, какая реакция будет у публики, у наших слушателей. Если она будет востребована, почему бы и нет, мы можем продолжить проект Вики Лу. Ну, у меня пока еще есть пару песен, над которыми я работаю. Хочу снимать клип над этой песней. И уезжаю, естественно, на море, потому что мне нужно приехать загоревшей. Для съемок в клипе. Для съемок в клипе набраться сел, там еще учить пару песен. И если Валера будет готов поэкспериментировать со мной и услышать мои крики в телефон, я думаю, что мы с удовольствием еще напишем, потому что он очень послушный, сам как композитор. И мне очень было легко с ним работать. Быстро меняли текст, быстро меняли мелодию, быстро меняли одно, третье, четвертое. И вот что получилось в итоге, мы сегодня нашим зрителям и покажем. Да, Девина Евара. Лето во всем виновата. Какое лето будет в этом году? 2017 покажет, естественно, время. Мы услышим новую песню Вики Лу и Валерию Паша сразу же после рубрики «День в истории». Оставайтесь с нами.